всем привет ребята сегодня будем записывать небольшое видео есть свободное время решил сделать карточку и собственно почему бы ее не записать и вам не выложить будем играть против или сито 450 плюс рейта принципе у нас примерно также сейчас будем торговаться и погнали такой себе монолог кстати давно такого не записывал это своего рода летсплей которые когда-то на канале постоянно выходили но собственно есть время этого это понятно и ров и это принципе тоже понятно добро добро давай нам про против данжа ну окей макас макадова рампорт 4 и 1 3 6 или 8 забирай свой танк за 48 так отлично лично отлично 200 300 за 300 золотых покупаем цвет я тут случайно не скликнул на 400 дает вайпе цвета все-таки решает отлично мы на синим за а плот будем играть хотел бы поэкспериментировать чисто поровлить навык сопротивления направляем за каждый уровень героя ха ха давайте вот этого героя возьмем чисто поровлить что это вообще такое как это вообще работает 4 100 на плюсики ребята и собственно говоря можно начинать эту каточку катусечку 3 100 так ну погнали good luck ну good luck luck так good luck как скажешь good luck так пароль из семерки стандартный одновременно и конечно странные но это его проблема одновременно и 1 4 3 это достаточно поздно 1 4 1 принципе я предпочитал бы но если ему так удобнее ну тогда это его делом ну и усадьбу не могу построить почему я усадьбу не могу построить ай м ду эй тинь 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 смотрите у меня герой просто завис учесть за прикол это дичь происходит читер какой-то попался что ли покинула игру так с он он не включил он не не включил одновременные ходы вот оно что было так одновременные ходы он не включил судя по всему давайте торгим и артефакты я вроде выбрал четыре сто четыре сто на плюсики погнали минус четыре сто плюс четыре сто вот лак вот лак так окей давайте еще разочек одновременные ходы он не включил вот оно что я как-то даже не посмотрел честно говоря на это дело так окей ну что ж погнали о вот и теперь нормально теперь можно строиться за торги мы играем герой который абсолютно бесполезный но а почему бы не сыграть разок за что-то бесполезное а а так артефакт неплохой артефакт кстати накинули нам вначале трава внизу есть но это как-то не там чуть-чуть кстати очень слабо 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 раздала ничего не видно нормального так забыл кстати говоря плюсует противник это типа мы не плюсуем значит нам будем чекаться а ну это единички это единички люба с единички без вариантиков а а а а а все нормально я думал он не видит этого ну блин оплот это своеобразный город сложно за него нормально разыграть есть обзорочка сразу не может не радовать это что-то не очень стандартный город я бы сказал так включаем разведку внизу карабас тут что-то есть тут фангармы тут городской портал внизу тут две коробки кстати говоря топа дальше ну в целом в целом неплохо это смотрится так в целом опять кстати тот же артефакт накинула мне называется повезло или что это такое их его знает так ну поехали ой блин мисплей так ну ничего страшного там так это конечно был жесткий мисклик только что так найс гномы конечно только что вырулили всю эту ситуацию один кентов забыл чуть ли за этом у успели он берет рестарт он берет рестарт ну неплохо кентов уже получили хотя этот расклад не нравился потому что у топы очень удобно расположились давайте сейчас еще разок последний раз это уже все это уже типа good luck последний good luck потому что стартуем сейчас стартуем так голубка удачу на удачу голубка упала так погнали есть топа сразу вижу внизу эльфы какие дрова уже обнаружил коробок стать нет такого понятия как коробки я не слышал тут без моральки можно и ван стать сделать так погнали так 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 тык 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 пинта потерял ничего страшного поэтому никто не умирал еще погнали погнали с коробками конечно беда разведки ноль ничего не видно шоколадный глазик смотрю тут торчит дрова нужны дам дрова нужны так так тут реально ничего нет без рофлов фига нет на карте так мы построим тогда тут еще усадьбу а тут построим префектуру по крайней мере дрова нашли уже не может не радовать хороший стек лучников сейчас у нас будет с ними можно реально машину делать неплохую отбивать коробки и прочую ерунду так с лучниками это конечно изи а кто-то скажет почему ты ничего не делаешь это на складе не очень-то и обязательно так атака плюс один ну неплохо торгим мвп ребята торгим мвп хороший отряд собираем и это в принципе пока все что я смог собрать реально ничего нет как-то пустовато рынок бы постоит для начала денег тоже не видно таймер будем себе сохранять таймер пригодится тут по выходу интересно ну вот еще дрова есть дрова это конечно святое забираем собираем почему бы и нет так раз два сейчас гномиками хотел ударить но ладно так погнали есть афенс падает ну знаете для данного героя афенс мне кажется это то что надо дрова нужны так не успеваю не успеваю не туда не туда не успеваю но бывает ладно кристаллики тогда забираем мы сможем построить заколдованные ручей в центральном городе а тут мы построим свет скорее всего рынок нужно отстройку аккуратную делать противник ходит противник думает утопия есть утопия есть утопии кстати очень удобно расположены как минимум но заметьте один такой неприятный фактор это то что я поехал уже большую часть карты и я не нашел по сути ни одной коробки вот так вот без коробок играю без коробок гейминг это не про вот честно говоря тут очень ну тут танки есть неплохие гномы и деревья лучники неплохие но без коробок это это реально не то вот спасибо за коробку линкольны линкольны так можно уже единичек пару сделать 73 линкольны это лучники это скорее всего лучники здесь сидят я почему-то уверен в этом в том что здесь конкретно луки щелят сейчас да какие моральки ну не туда блин не туда так сколько этот ходит так да ладно давай сейчас вниз нормально пошло пошло пошла машина джик тык отрывается отлично моралька кстати говоря тык 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 скилуха скилуха ребят не моралька скилуха прям тактика слушай чувак тактика подмvisников это конечно здорово но я возьму еще 40 луках как я говорил уже вот и о это хорошая коробочка кстати говоря больше ничего не видно как то пустовато на этой карте однако вон так и тут все это город под выход который идет единорожник захватывается Так, тут дрова можно будет забрать. Потому что желательно что-то отстраивать уже. Пусть не построим. В главном городе я построю себе арку дендроидов. Отлично. Дендроиды топ танки. Будем пытаться сейчас что-то вытанковать. Так, ну тут, конечно, плохо. Смотрите, это ужасно, ужасно все тут расположено. Ну, дровитня есть. С одной стороны это стоит добрать, а с другой нет. Потому что дрова необходима. Так, тут гильдия. И тут у нас что? Сложный выбор, конечно говоря. Больше армии или гильдия. Давайте так, тут гильдию пока подготовим уже. Больше армии будет на Next тогда. Стадельку, которую мы построим. Так, будет шахта, будет дрова. Будет коробка тут, кстати говоря, есть за ними. Скорее всего. Либо какой-то артефакт. Но я это отбить не смогу. У меня недостаточно армии. Тут очень большие потери против Зловещий Глаз. Это одни из самых неприятных, самых, я бы сказал, сильных противников. Которые третьего уровня. То есть они и в мили без штрафа бьют. И быстро ходят. И очень жирные. И, в общем, четкие ребята однозначно. Однозначно я на них не буду нападать сейчас. Чарики что-то охраняет. Возможно, вероятно, опять-таки, коробка какая-то. Либо какой-то артефакт. Утопии. Утопии только гномами и дендроидами берутся. Пока на которых нет даже и малейшего намека. Но вот тут как бы есть стопудово дендроиды. Но, ребята, это госты. Это если были бы обычные, у меня были бы эти загрешены. На тактике, в теории, это бы добиралось. Но тут, блин, ни туда, ни сюда. Тут прям ни туда, ни сюда. Ну, гоу тогда. Сейчас будем чекать дальше. Так, противник скипает. Вот, наконец-то. И нам нет возможности пройти дальше. По сути, это тупик. Посещено. И эти типы... Ну да, это даже не коробка, это артефакт. Меч охраняют. Ммм, ну слабенько, слабенько, конечно. Строим тут цитлу. Больше ничего сделать не можем. Сейчас наша цель заграйдить лучников. Выйдет нам очень дорого. Сколько у нас мувов останется? 1100 надо. Пучки с золотом собираем по дороге. Должно этого быть. Вроде мувов достаточно на это дело. Сколько у нас 300 остается? 200 остается. Хоть 10 остается. 80. Я вот так вот впритык прям залетаю в город. Грейдим своих лучников. По деньгам, конечно, лютый просад пошел. Книги купить пока здесь не можем. Очень-очень плохо. Так, нам нужны коробки. И очень срочно нужны коробки, которых пока не наблюдается. К сожалению, их нет. Так, где наши коробочки? Утопия это здорово, но нечем брать эти утопии. Рестарты закончились. Усадьба на дороге. Казалось бы, прекрасно. Да, усадьба. Вон тебе усадьба. Вторая. Первая. Но, ребята, нет. Нет мяса. Нет отжора. Ничего тут нет. Абсолютно. Пусто. Утопия. Красава. Красава. Утопия. Легкие охраны. Все легкое. Давай мне сейчас. Вот прям сейчас накидываем. Я гнома в грейджу. Сразу. Чтобы они не так сильно замедляли меня. Так. Вознесем еще два гнома. На удачку, скажем так. Так. Типа свиток. Здесь должен быть свиток контроля. Но нет. Вряд ли. Тут утки у нас. Ну, знаете, что-то прям пустовато. Там дороги какие-то пустые. Ничего на дорогах не видно. Как-то вообще пусто. Но много этих... Очень много единорогов. Смотрю, расположилось здесь. Противник что у нас? Противник, как всегда, СП высокий. Дабл мана и пошел, поехал. Что про нас не скажешь. Нам нужно как-то сейчас выходить из этой ужаснейшей ситуации. Все очень плохо сейчас. Прям очень плохо. Ужасно. Нужно как-то карабкаться отсюда. Драконы. Ну, драконы. И что драконы? Драконов, как бы, есть кристаллы. Но я их все равно не отстрою. Это крайне тяжело. Один гномятник всего-то вижу. Хотя есть еще один. Но они все крайне далеко от меня. То есть я их не успею сейчас за одну неделю все это пособирать. Будет непросто. Давайте будем надеяться на какие-то тпшки из резины. Желательно. Ну-ка, зеленый дракон. Да, это хорошо. Это здорово. Зеленый, это, конечно, прекрасно. Так. Раз, два, три. Ну, вот, типа, такое что-то. О! Дракона тапками закидываем. Ну, статы. Мечик, статы. Как бы, неплохо. Опыт. Землица падает. Найс. Ой, очень сильная коробка. Ну, я должен забирать по ГОСТ. Эту коробку. Ибо у меня нет вариантов никаких сейчас. Причем абсолютно никаких вариков не видно. В моей ситуации. Так, придется и забирать. И это с потерями. Это с потерями будет. Причем жесткими потерями. Два эльфа потерял. Вы знаете, я согласен на этот расклад. Стрельбу я не буду брать дендроида. Прикольно. Прикольно дендроиды. Хоть какой-то отжорчик пошел. Очень много ныщек здесь. Так. Дендроида этих... С хрумой. Вот тогда джиг. Так. Вниз. Джиг. 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 Отличный. Отличный погостик. Взяли. Ребра выпадают. Мудрость я не беру. Что-то у меня нет вот прям желания еще мудрость брать в данной ситуации. Может это и зря, конечно. Кто-то бы сказал. Так, намятница. Что-то по объектам. Так, пустота какая-то, окровенно говоря. Мудрость какая-то пустота. Нужна коробка. Нужно еще две коробки. То есть дендроидов уже нормально. Мне бы еще коробку на лучников одну и все. Можно выходить. Смело, кстати, причем. Ну, бункер вроде неплохо расположен. Этот бункер, он его знает. Может и стоило через бункер разыграть эту партию. Может и стоило. Тут, блин, тут нужно прям очень быстро все это думать. Соображать как бы на ходу. Давайте посмотрим противника. Ну, по противнику, в принципе, одинаково. Навыки идут. Что у него нет артов, что у меня. Хотя у меня есть какие-то арты. Но этих артов толку крайне мало. Зомбари. Тут у нас чинят. Каточки в ауткасте, кстати, очень приятные. Не такие затянуто-перетянутые. Так. Тут у нас, как видите, ничего нет. Просто тупик. Тупичок. Ребется тогда выходить сейчас. Бег сюда. Там добрать еще эту коробку. Тут побеги. Это все построить. Пушка единорогов. С одной стороны, вроде, и можно было бы построить. Гильдию давайте домущало. Если что, на Ласт Дэй построим. Взять это. Взять это. Пушку построить. Будет какое-то мясо единорожное. Так. Тут свиток не контроля, к сожалению. Ну, такое-такое. Мироздачка. Нужно было в виде народов выходить, мне знаю, что-то. Идет по всему. Но это тоже не угадаешь. Центральный город-башня. Это хорошо. Это есть смысл рашить вперед. Потому что, как минимум, мы сможем обзорку построить. Хорошо разведать. И найти то, что все надо нам. То есть, это компенсация бункера. Но это выход. Это просто нужен выход. Причем ранний. У меня сейчас ранним выходом как-то так не пахнет даже. К сожалению. Идти тут зачекать это дело. Не разведки. О, нет. Попробуем сейчас ту коробку добрать наверху. Кузня. Гендроиды. Молодые победы построим. Конечно, было бы здорово еще что-нибудь отстроить. Так, противник. СП растет у противника. Причем не по дням, а по часам. До уровня нам остается тысяча. Пожалуйста, уровень. Доспехи тоже круто. Но пока воздержусь от доспехов. И тут даже нет... Что? А, ну тут есть коробка только. Какая-то дерзкая коробка. Непонятная. Что-то очень слабенько прям. Ужасно, слабо. Так, кузня. Нам нужны будут деньги, правильно, чтобы отстроиться. Если это построим. Давай, давай. Ладно, построим это. Сейчас, блин, эти дрова доберу. И будем идти аккуратно на выход. По дороге еще дендроидов доберем. И что-то должно дополучиться у нас. Так. Что-то должно получиться. Так. 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 Тут мы сейчас что будем? Заграйдим себе вот этих типов. Тут себе какой-то рынок построен. Тут рынок на всякий. Пожарный уже, в принципе, он стоит здесь. По дороге добираем еще себе дендроидов пачку. Возможно, коробки под выход попут. Это даже невозможно. Это я более чем уверен, что оно так и будет. Тут книгу нужно купить. Так. Ну, вот как-то так. Слабенько. 24 альфа и вот этих типов нужно срочно выкупать. У нас будет 50 единорогов. Этих 50 деревьев. С этой коробкой вместе. Будет много. Так. Деревьев будет много. Раз, два, три. Это все деньги прям срали. Окей. Так, кинтов. Книгу тогда уже в верхнем городе будем выкупать. Сейчас наша цель двигаться наверх. Армия не самая большая. Характеристики у противника. СП растет не поднялым куча сам. Это, ну, это типа штука. Продвинуться, определить, увеличивать шанс сопротивляться вражескому заклинанию. Но оно не работает, я так понимаю, на берсерке и прочие вещи. Мне почему-то так кажется. Или работает. Даже не знаю. Только такая, ну, такая, рандомайзер такой себе. Так, закрываемся правильно. Дендроидами, скорее всего. Хотя можно и гномами закрыться. Ну, типа погнали. Разнос. Семь гоустов. Ну, тут точно эти самые. Так, красиво закрыться, чтобы они не подобрались тут. Так, сделаем. Найс. Теоретически можно заатаковать противника сейчас. Дендроидами враж. Одного дендроида потерял. Дипломатия падает. Прекрасный навык. 20 дендроидов солдатов, как и предполагалось. Так, ну вот так вот получается что-то. Получается же. Так, и тут кузню себе отстроим. Так, шахта там работает. Ускоримся на этих типах. Построить это не могу. Ресурса, к сожалению, не видно. Раз. Два. Купить одно дерево тогда. Три. Четыре. Не очень уверенный гейминг, конечно, делаем. И маны-то нет особо. Я бы сказал, максимально неуверенный гейминг сейчас будет. Ускоряемся на эльфах и погнали. Конечно, у нас есть тактика. Мы сможем любое ГО сейчас пробить. Причем спокойно. Но. Ну, честно, этот расклад мне ничем не понравился. Абсолютно. Ну. Все слабо. Всего мало. Единорогие, кстати, очень слабые юниты. Даже если бы я их отстроил, у меня их было бы штук 12. И сейчас там 15, допустим. Они в разы слабее дендроидов бы получились. Они не сильно толще, не сильно прокачивали. Ну, в общем, вот такая дичь. Так, ждем. Ждем секунду. Противник, конечно, мы таймера накопили по миллион часов. Ого. О, кстати. Навыки пошли вверх. Резко противникам. Нам бы, конечно, какие-то наги на ГО. Вот было бы топ. Ну и коробки. Я полюбасу. Коробки по дороге нужно добрать. Они там точно будут. Финалка, я думаю, не заставит себя долго ждать. Потому что я почему-то уверен, что противник будет идти через... Через раш тоже пустыня. У меня такое предчувствие. Хотя. Хотя. Мясо добрать. Давайте еще пару этих возьмем. Уток. Куриц, которые... Это же насколько слабый расклад. Смотрите, я вон бегу, и я ничего не нашел. Еще и фриты, блин, тут период на выходе. Это просто ужасно. Это просто ужасно. Хуже, хуже уж не придумаешь, наверное. Еще и фриты на выход. Духи океана. Так. Ну и фриты, это неприятно. Это очень неприятно. Так. Закрываемся. Правильно. Так. Будем танковать. А что делать? Будем танковать. Тут выбора как бы нет. Кого-нибудь решили бить этого. Теперь этого решили бить. Пиоритеты меняются. Как бы это понятно. Ужасные ИГО. Благо тактика есть. Просто ужасно. Столько, сколько деревьев нам зарезали. Так. Город наверху. У нас тут статы есть. Только статы за титанами. Это неприятно. Так. Огромнейшие потери понесли мы. Так. И тут у нас арку можно дендроидов построить. Пусть себе размножается аккуратно. Окей. Двигаться к центру. Мои ешкинты. Просто ужасно. Там лазурики. Тут еще какая-то дичь. Челит. Неприятно. 64 типонцы. Ну вот. Пошел отстрел, конечно. Конкретный причем. Давай моральку хоть одну. Моралик не видно. Так. Гномики. Гномики. MVP. Так. 12-11. Даже не сильно это лучше получилось. Тактика. Нет. Тактики не надо. В могилку зайти. Лун разорения. Тебе и противникам моральку сбил в ноль. Топаем дальше. 1-36 поздно вышел. Из армии вышел. Более поздно. Если бы с такой армией чуть пораньше вышел, было бы, конечно, здорово. А так все печально смотрится. Очень печально. Так. Огры. Огры. Изи. Главное. Что на грандов она не упала, и все выйдет здорово. Пока вроде гуд. Нормально. Повезло. Так. Долгий тернистый путь в центр. Вот она, ребята, КВ-эха. Книга воздуха. А ее можно сейчас, кстати, причем достаточно просто забрать. Но тут немного беда в том заключается, что мне дальше делать. Ману я доберу сейчас в центре. Давайте заберем тогда КВ-эху. Вроде штука полезная. Так. Куда эти доходят? Мы сможем нормально закрыться. Типа изи. Подвинутый щит можно будет возьмать. Так. Найс. Тоже найс. Так. Этот пойдет вниз. Второй этот пойдет. Значит, эту нужно отстрелить. Вот она. Так. Бам. Ну, найс. Типа КВ-эху отбили еще. Какой ценой вопрос только. Ценой, конечно, прям наших людей. Рынок. Наших людей. Наших деревьев, если быть более точно. Окей. Ну, КВ-эху. КВ-эху спасибо. КВ-эху спасибо и за это. Так. 59 типов. Срочно нужно сейчас городской портал какой-нибудь и выбаливаться на хату. Армию добрать. Щит. Нет, щита. Вот щит. Спасибо. А вот и книга земли, книга огня. Ой, да там все книги сразу. Там я предполагаю, что защита непробивная находится. Так, тут мы плюс-минус загрейдились. Кто там противник наш делает? Противник спит. Гремучий лес. Неприятно, конечно. ГО просто ужаснейшее было. Если бы не эфриты на ГО, у нас сейчас была бы нормальная армия. А так я залил тонну войск просто-напросто на эфритах. Одно из самых неприятных ГО, я бы сказал. Эфриты быстрые. Тем более воздуха у меня нет. Тут сильно не поконтролишь. Такое себе. Начну. Так, мы... Нам чуть-чуть муф не хватило. Центр вот тут. Вот тут. Нам буквально чуть-чуть не хватило. Если бы пока войне шли, то бы добежали сейчас. А так... Книга воздуха. Вроде и надо. Саны и эфриты. Ох. Вижу их. Так. Тут и Джоннидс. Так. А там что такое стоит? Что-то видно? Что это такое? Это... Это же не драконы, правильно? Не похоже сильно на драконов там внизу. Спинку видно. А что это стоит такое? Грейджиное. Это утки грейджиные, что ли? Толком не видно, что там охраняет. Ну и, конечно, то, что грандов маловато. Было бы 150. Это было бы, конечно, тоже быстрее все. В разы быстрее все бы шло. Так все плохо. Так. А как это вообще работает? Увеличение эффекта науки и сопротивление. Победа. Противник сдается. Противник сдается. Будем анализировать сейчас центр. Три семерочки. Я в шоке. Но, в принципе, как видите, у противника три-два-один. Ну. Так. Давайте чекаем сейчас противника. Чекаем противника по традиции, по старинке. Один, два, три. Там было что ли? Три-два-один. Может быть не так что-то написал. Три-два-один. Чекаем противника. Он говорит, что там просто жопа была жесткая. Так. Прикольный чувачок, кстати. Добавить друзьям. Можно будет с ним поиграть. Тайкосить. Поставили ему. Так. Давайте чекаем. Он говорит, что там жопа полнейшая у него была. Только глазики. Что? Глазики. Ну, что-то у него тоже тут... Смотрите. А что это за фигня? Ну, тоже ужас какой-то. Что-то ничего не раздало. Вот. Такая же ситуация. Смотрите. Не коробок. Ну, тут какие-то коробки. У меня тоже за стрелками коробки были. Все это, конечно, смотрится максимально слабо. Максимально слабо, ребята. Ну, диммер, да. Можно было на мане вывести. Задаблить ману. СП, в принципе, неплохое. Еще у него тут было. Ну, 375 дождик, guys. Это такое. Давайте, допустим, забираем армию. Мясо. Деньги были. Такое чувство, что утопию взял. Но он не мог утопию взять. Это невозможно. Да. Так. И тут Аспида на ГО. Они просто врываются и уничтожают. Была бы еще тактика в его ситуации. Было бы здорово. Но тут без тактики ловить нечего. Хоть Васпида. Просто ужас. Видимо. Просто разрывают жопу. За один ход. Даже вот поливать их с подливой. Это тут не сильно, конечно, нарешит. Что-то. Так. Нормально. Закрываемся. 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 Они просто разрывают жопу. Ну да. Это тут такое. Этих еще в теории можно пробить. Если так подумать. Если так задуматься. То их можно пробить. О. Ну это будет крайне сложно. Дальше. Что дальше делать-то? Без маны. Вопрос. Так. Это Геомы пробили. Огромнейшими потерями. И тут циклопы. Это GG. Это GG. Циклопы не проходятся, ребята. Они не проходятся ничем. Абсолютно. Этими войсками. Даже с даблманой. Это было бы крайне сложно. Возможно с даблманой бы получилось. Ну. Чисто вот. Для теста. Нападем. Посмотрим сколько их там. Их там 80 наверное. Их тут даже больше. Их тут под 100. Это получается. Дождем сколько сливаю. Ну и чекаем. Посмотрим. Что они делать будут. Ну вы знаете. В теории с даблманной. Это пробивалось. С даблманной. Это пробивалось. Если бы у него было с тумана. Сейчас задавлено. Это бы прожигалось. В принципе это. Это был бы пробивка. Был бы контроль весь. Но без армии. Ну с контролем уже можно было бы что-то делать. Тем более можно. Давайте сейчас посмотрим еще. Что у нас по центру было. Мне просто интересно. Что нас дальше ждало. Вот мне вот просто интересно. Как. Вот просто что нас ожидало. Допустим. А где этот город? Блин этот город так далеко был. Я все равно бы. Тут еще эти жрицы морей. Они. Их тоже нужно было бить. Это вы верно охраняли. Ну не знаю. Блин. Этот центр был бы честно крайне хардкорный. Очень хардкорный. Мы бы построили разведку сразу. И бы там зачекались. Ману задавлили. И потом разведка. Что бы мы увидели. Мы увидели бы полную жопу. Тут ничего не было. Ничего полезного. То есть книга земли. Я бы ее без шансов. Просто без шансов. Даже с этими архами. Это бы мы расстреляли. Ну. Может нет. Но. Архами нет. Но тем не менее. 112 утки. Это сложно. А их сейчас. Это новая неделя. Еще больше. Короче. Сложно. Сложно было бы здесь. Сложно было бы здесь. Сыграть что-то. Ну вот такой гейминг. Ни мне. Ни противнику не завезло. Наш биом. Вот он. Ребята. Вот наши заветные коробки. На пегасов. Да. Да. У гномы. Не. Еще эльфы здесь. И еще. Что-то. Что у нас. Еще эльфы. Вот где наши коробки закопались. Вот коробочка какая была. Я ее не увидел. Буквально один ход. 25 пегасов. Ну. Вот коробка топовая. Еще возможно на пегасов была. Еще. Да. Почти 100 пегасов. Гайз. Вот. Вот где наши коробки были. Они были все. Не в том месте. Не в то время. Прикольно бы тут выходить. Даже было. Блин. Ну смотрите. Тут просто изи выход был бы. С той стороны. Просто прошел. Квху. Добираешься. Город. И пошел себе наверх спокойно. Сапоги. Вот. Снизу даже лучше заезд был. Но это мы можем только узнать после игры. Ну и домашние утопы по стандарту. Смотрим. Что у них было. Маленькая утопия. Изи добиралась. Артефакты в принципе такие как на маленькую. Никакие. Так. И тут у нас что было. И тут у нас тоже маленькая утопия. Единичная. Ничего не было. Утопии просто. Тут как и расклад весь. Такие утопии. Вот такой вот. Небольшой геймплейчик получился. Можно поставить лайкосик под видео. Подписаться на канал. Есть и стримы регулярные. Есть и все. Всем до встречи ребята. Увидимся. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok